Снегопад Предприниматели установили памятник рублю. Золоченая двухметровая стейла весом в 500 килограммов должна укрепить веру в твердость национальной валюты. О главных событиях понедельника и выходных расскажут корреспонденты новосибирских новостей. Здравствуйте. Трехлетняя девочка погибла в детском саду Первомайского района. Трагедия произошла сегодня утром во время прогулки. По предварительным данным, ребенок просунул голову между ступенек детской горки и погиб от асфиксии. Ребенку пыталась помочь воспитатель, но девочка умерла до приезда скорой. Как пояснили в мэрии города, детский сад Новый. Здание было реконструировано три года назад. Детская площадка соответствует ГОСТу. Воспитательница, которая должна была следить за группой, проработала в саду больше двух лет. В трагедии она винит себя. Следствию предстоит установить, что стало причиной несчастного случая – конструкция горки или невнимательность воспитателя. Педагога сегодня же уволили. Конечно, нельзя выразить никакими словами, никакими оправданиями своего чувства и отношения к родителям. Я сегодня встречалась с родителями. Это люди, убитые горем. Семья полная, семья благополучная. Девчонка веселая, девчонка энергичная. Как так получилось, говорить очень сложно. Очередной ледяной дождь, а затем и сильный снегопад обрушились на город в минувшие выходные. Только в ночь на субботу дорожные службы вывезли больше 20 тысяч кубометров снега и льда с городских магистралей. На ближайшие трое суток синоптики передали штормовое предупреждение. Ожидают метели и сильный ветер. Как дорожники борются с последствиями декабрьских дождей и расчищают проезд для транспорта, выясняли наши корреспонденты. Вопреки ожиданиям самых критически настроенных автовладельцев, утром понедельника пробки не стали десятибальными. С последствиями декабрьского дождя и обильного снегопада два дня круглосуточно боролись почти 600 единиц уборочной техники. Если мы таким образом будем работать в течение всей зимы, я считаю, что город у нас будет в таком же состоянии, как и сегодня утром. Это не хвальба с моей стороны, это оценка, которая дана была сегодня надзорными органами, в том числе и городским отделом ГИБДД. Те, кто за рулем, обстановку на улицах и старания дорожников оценили. Да, полегче, полустроение, такие пробки. Убирают, по крайней мере, по центральным всем дорогам, и чисто, все хорошо. Заняться уборкой снега пришлось и самим водителям. Их автомобили после ледяного дождя сначала покрылись глазурью, а потом и снежной шапкой. Кстати, призывы пересесть на общественный транспорт жители города упорно игнорируют. Оставить свой автомобиль под снегом во дворе решились единицы. За эти выходные убрали 45 тысяч кубометров снега. Теперь задача номер один – все вывести с улиц на спецплощадки и снегоплавильные станции. Топили снега в выходные с помощью песко-соляной смеси. На дороге ее высыпали 4,5 тысячи тонн. В случае очередного зимнего дождя для большего эффекта соли в смесь добавлять будут побольше. Закупили 60 тонн. Но синоптики обещают пока только традиционно зимние осадки. Прогноз – снегопад, но умеренный. Не большой снегопад. То есть он будет идти почти целую неделю с такими же переливами, как сейчас. Снежок, передышка, снежок, передышка. А вот коммерсанты к общегородской уборке снега приобщаются неактивно. Забуксовать и застрять можно прямо на парковке торгового центра или супермаркета. Вероника Иванова, Станислав Якушевич, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. В Кировском районе сегодня открыли бесплатную столовую. Одинокие пенсионеры могут здесь не только полноценно поесть. Посетителям предлагают обед из трех блюд, но и пообщаться. Поиграть в шашки или шахматы и посмотреть советские фильмы. Маломобильных людей в столовую могут даже доставить. Анастасия Ваганова изучила меню. Гюнтер – необычный повар. Он готовит еду для тех, кто в ней нуждается и не берет за это ни копейки. Немец. По происхождению он занимается благотворительностью по всему миру. Сейчас Гюнтер Новосибирский готовится угощать гостей новой столовой. Я приготовил луковый пирог для фуршета, фруктовое желе. И сейчас скоро начнется мастер-класс для младых мам, где мы будем готовить яблоки с орехами. Традиционный рождественский десерт. Столовая для малообеспеченных людей – благотворительный проект католической. Горячие обеды здесь будут подавать в час и в два часа дня. Единовременно поесть здесь смогут около 40 человек. Блюда простые, но полезные и вкусные. Меню согласовывали с диетологами. Упор на овощи, также рыба. Мяса не так много будет, поменьше. Раза два в неделю. И выпечка также будет присутствовать. Но я думаю, что можно простые блюда готовить очень вкусно, потому что это будет не дорого, но вкусно. Чтобы получать здесь горячие обеды, посетителям нужно взять талоны в районном отделе соцзащиты и предъявить результаты флюорографии. В первую очередь в столовой ждут одиноких пенсионеров, но не откажут многодетным семьям и другим людям, оказавшимся в трудной ситуации. Накормить – это здорово. Но мы хотим, и наша основная задача – все же скрасить одиночество людям. Дать возможность этим людям пообщаться между собой. После обедов здесь можно будет поиграть в шахматы или посмотреть кино. Для маломобильных пенсионеров организуют доставку. Слава Богу, что есть возможность. И у нас есть микроавтобус свой, который возможно. Мы запустим потом по маршруту, такой маршрут милосердия, когда мы будем собирать этих бабушек, привозить сюда и после обеда потом отвозить опять по какому-то маршруту, где бы им было близко к дому. Работать в столовой будет пять дней в неделю. Первых гостей здесь встретят уже завтра. Анастасия Ваганова, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Несколько десятков катков уже залили по всему городу. Накануне театрализованным представлениям открыли ледовую площадку в Центральном парке. А главный каток города на площади Ленина заработает только 25 декабря. Сколько стоит взять коньки на прокаты и где лед всегда очищен от снега, узнал Александр Вяткин. Новосибирск оледенел. Несколько десятков катков уже открыли по всему городу. Одну из первых ледовую площадку залили на стадионе «Спартак». Прокат коньков здесь стоит 160 рублей в час. Но многие катаются на своих и не отходя от дома. Например, на улице Бориса Богаткова. Каждое утро лед очищают специальной машиной. Катаются и рано утром. В основном маленькие дети. Развлечение по расписанию «Каток. Горка-каток». Получается у тебя? Ну, чуть-чуть. Еще один каток открыли в Центральном парке. События ждали. У нас ждали наши гости, наши новосибирцы. С большим желанием пришли сюда на наш каток. Очень было много ребятишек. Ну, в принципе, мы и рассчитывали этот каток. У нас второй год, как открыт уже. Именно для нашей молодежи, для студентов, для ребятишек. Коньки здесь на разный вкус, цвет и, конечно же, размер. Вот. Есть даже 47-й для настоящих гигантов. Самый маленький – 27-й. Ну, нам нужен 40-й. Прокат 1 час 150 рублей. Для детей и пенсионеров скидки. Именно в Центральном парке многие дети впервые примеряют коньки. Ну, в третий раз закрепляю навыки. Вся семья на коньках стоит? Да, вся семья. Кто как может, так и стоит. Каток, как и в прошлом году, залили на Центральной площади парка. Но этой зимой прокатиться можно будет еще и по двум аллеям. За счет них площадь льда удалось увеличить почти в два раза. На одной из аллей будет настоящая магистраль. Здесь уже устанавливают пешеходный переход, а совсем скоро появятся разделительные линии и светофор. Кстати, со своим инвентарем кататься здесь можно абсолютно бесплатно. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. В городе заработали и елочные базары. Большая часть из них откроется только через неделю, однако спрос уже есть. Елки покупают самые запасливые. Продавцы о главном новогоднем украшении тоже советуют позаботиться заранее, пока есть выбор и по высоте и по пышности. Александр Попов приценился. На пересечении улиц Выставочной и Котовского Александр Ходоренко елками торгует уже восьмой год подряд. Но в этом году на прибыльное место объявилось еще четверо претендентов. Конкуренция высокая, вот и пришлось начать торговлю в начале месяца. Правда, пока продали лишь 10 елок. Но ближе к Новому году останутся одни палки, шутят продавцы. Все хорошее забираем. Стоимость от 500 до 3000 в среднем. А 3000 это? Это вот макушки у нас лежат такие, ну самые элитные, дорогие. Многие базары еще даже не открылись. Массово закупать деревья новосибирцы начнут через неделю. Ну где-то числа 20-25 вот так вот берем и ставим. Тогда уже на порядке все? Ну да, то есть они как бы и скидывают, и торгуются. А если там вообще после 25-го вот один год мы ставили, то вообще как бы мы там за 700 рублей взяли. И такая очень приличная елка у нас всегда. По статистике продаж общая потребность города в новогодних деревьях 60 тысяч штук. Большая часть новосибирцев все же предпочитает искусственные. Бережем природу, да. Ну с искусственной нормальной елкой. Однако у главных фанатов праздника, ожидающих с нетерпением Деда Мороза, совершенно другие взгляды на новогоднюю традицию. От искусственной елки как-то не пахнет, но если нет шансов взять обычную елку, то можно и такую, ну правда, как-то более интереснее, конечно, настоящую. Да мне тоже больше нравится настоящая, потому что она такая пахнет от нее, много настойок от настоящих елок делают, полезных. Александр Попов, Олег Рыльевец, Новосибирские новости. До Нового года между тем остается меньше месяца, и для воспитанников детских домов собирают подарки. О своих желаниях дети написали в письмах Деду Морозу. Его роль, кстати, может сыграть любой человек. О чем мечтают дети, всем ли хватит подарков, и как исполнить детские желания, расскажет Анна Кондратенко. Что попросить у Деда Мороза, 10-летний Давид выбрал еще год назад. Сначала мечтал о книге, но потом передумал. Мне написал, здравствуй, Дедушка Мороз. Желаю тебе хорошего Нового года. Хочу попросить тебе большой набор для вышивания. Такой подарок в среднем обойдется в 2000 рублей. Дед Мороз смог бы себе позволить. Решили в благотворительном фонде «Солнечный город» и предложили новосибирцам сыграть роль новогоднего волшебника. На своем сайте сделали удобную таблицу, где можно посмотреть детские письма и выбрать, чью мечту исполнить. Для детей это действительно единственная возможность раз в год попросить то, что они хотят. И то, что они об этом думают весь год, это правда. То есть они уже знают, что это будет акция. Плюс сейчас в детских домах очень много взрослых детей, это подростки. Но то, что они подростки, не отменяет у них вот этой вот веры в чудо и потребности. Впервые за 6 лет, что проходит новогодняя акция, организаторы запретили детям просить дорогостоящие гаджеты. Только то, что связано с увлечениями. Хоккейная форма, коньки, телескоп, бальное платье. Для Дедов Морозов нет ничего невозможного. Вот Николай дарит своему тезке из Копинского детдома шестиструнную гитару. Вот, будет учиться на гитаре играть. Все у него впереди. Думаю, хорошее будущее будет. Если он научится играть на гитаре, может. Будет бардовские песни петь. Всего на сайте свыше 1300 детских писем. Большую часть уже забронировали. Это значит, что люди выбрали подарок, но еще не принесли его в благотворительный фонд. В Солочном городе уже расчистили полки. Здесь будут храниться новогодние подарки. Первые уже появились. Вот, например, Александра Воронова из Машковского района ждет какая-то большая коробка. Но вообще, как мы видим, полки пока полупустые. Но есть еще время. Акция продлится до 15 декабря. Организаторы акции уверяют, для исполнения детской мечты совсем не обязательно быть миллионером. О сокровенных желаниях можно узнать по телефону благотворительного фонда или на сайте. Анна Кондратенко, Олег Макаров. Новосибирские новости. Театр в чувствах открылся сегодня в «Глобусе». Это цикл занятий для людей с ограничениями по зрению. Он включает в себя несколько встреч, театральный урок, пространственно ориентированную экскурсию, интерактивное занятие по освоению театрального пространства. На первое занятие пришли полтора десятка слабовидящих взрослых и подростков. Для них провели театральный урок, на котором в игровой форме они смогли познакомиться с созданием спектакля. От замысла до генерального прогона. На ощупь они смогли познакомиться с реквизитом, костюмами, декорациями и бутафорией. Например, узнать, чем настоящий лимон отличается от искусственного. Следующий урок пройдет на сцене театра. Работники «Глобуса» постараются объяснить, как работает цвет и сценические механизмы. Мы хотим просто объяснить, расширить его театральный кругозор. Объяснить, что такое театр, рассказать, как создаются спектакли. Чтобы театр был, как жанр, в принципе, достаточно понятен и интересен человеку. Чтобы можно было в дальнейшем, ну это, конечно, такой идеальный вариант, чтобы можно было в дальнейшем прийти на спектакль, посмотреть его и, главное, понять. Неожиданный амплуа известных артистов в программе Рождественского фестиваля. Актер Московского художественного театра Анатолий Белый вместе с камерным оркестром представил зрителям спектакль «Маленький принц». На сцене мультимедийное шоу. Станислав Якушевич побывал на репетиции. Анатолий Белый не устает повторять. Происходящее на сцене не литературно-музыкальная композиция, а поэтический спектакль, где важна каждая мелочь. Техника иногда подводит. Например, долго не запускался проектор. Пока на сцене выставляют свет. Музыканты играют почти в полной темноте. А звукорежиссеры ищут тонкий баланс между чтецом и оркестром. Ведь здесь музыка и текст, отмечает актер, единое целое. Вы прислушиваетесь ко мне и делаете, где-то специально ждете, где-то подхватываете. То есть, я сразу чувствую, возникло взаимодействие со словом, с музыкой. Этот спектакль Анатолий Белый играл только с одним оркестром – с виртуозами Москвы. Идею программы подал Владимир Спиваков. Вместе с музыкантами, художниками, актер попытался увидеть в «Маленьком принце» не сказку, а философскую притчу, полную скрытых смыслов и символов. Думаю, ну почему детское-то? Оно же ни разу не детское. Оно все для нас. Нам надо перечитывать это, а не детям. И поэтому, как бы, тональность рассказа идет от лица вот этого самого летчика. И вот, ну, как бы, я это взял во главу угла. В музыкальной партитуре – композиторы классики. От Баха и Моцарта до Стравинского и Шнитки. Все произведения хорошо известны публике. Ничего оригинального нового здесь не сочинено, не написано. И не надо, наверное. И не надо. Это как раз тот случай, вот тот проект, где новая музыка, она вряд ли скажет свое доминирующее слово. А вот известное сочинение гораздо интереснее смотрится в этом контексте. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность была мало. Но Густин быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился гутон. Песочная анимация Марины Сосниной – органичная часть постановки. И в то же время совершенно отдельное визуальное действие. Именно на виртуозную работу художника пришли посмотреть учащиеся детских анимационных студий. Открытая репетиция для них. Ребята смогли воочию увидеть, как на сцене в соединении разных жанров рождается оригинальный спектакль, в котором каждый зритель найдет что-то интересное. Станислав Якушевич, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Золоченый двухметровый рубль появился в Новосибирске. Памятник к национальной валюте установили на улице Серебряниковской у здания банка. Инициаторами создания Стеллы стали местные предприниматели. Они собрали средства на изготовление и установку памятника ушло 350 тысяч рублей. Стелла представляет из себя металлический знак рубля на основании из керамогранита. Вес памятника 500 килограммов. Установка этой тяжелой Стеллы бизнесмены надеются укрепить веру в твердость национальной валюты. И на этом пока все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова